столица здесь все этот силы ведрожения хвалевые еловые по-моему и семенко он был неугомонный он культивировал как и вот костинский селекционировал действительно он дал путевку в жизнь кому тычей не рыльскому они на 1 в одесской кино и кинофабрики откуда он и привез наталью жвей именно от там она была актрисой они писали сценарии литературные когда-то я как бы критически относился к фразе тычин и да я пони его называли павлык рыльского максик но они же футуристы не давали такие прозвища как бы трактор в поле дырдырдыр якщо вы памятаете в мене батько бригадир и мы замыр но когда я узнал вот спустя годы это первый авангард украинской поэзии это влияние смн к то есть они вносили уже элементы какой-то урбанизации вот как я это говорю вот в эту хуторянщину да это хорошо этот от фольклора но как бы диалектически поэзия что не стоит на месте меняются поколение восприятия ну то есть стилистика меняется формы подачи но они были первыми совершенно нестандартными там как он говорил где существуют кумиры там исчезает искусство и он тогда очень смело выступил в девятьсот четырнадцатом году то есть там где постоянно муссируется рис и национальную чего-то английская поэзия там французского же этого не встретите то искусство перестает быть искусством она превращается просто в примитивизм да это все происходило в тридцатых годах и когда я сейчас столкнулся то есть я могу как бы аналитически просчитывать когда я видел всю лаву которая как бы действительно акастинский дал мне путевку в жизни когда я видел действительно талантливых людей но так объективно получилось а харьков очень славен этим прекрасные имена но это глыбы в русскоязычной поэзии но здесь без разницы тоже благодаря ему я открыл для себя евгения мастера для меня это его тексты для меня такой авторитет совершенно но как бы по-другому по-русскому но это это мастер нафталин нафталин да я говорю но вот сундука вот такое впечатление что где-то нашел нафталиновый пиджак хранившийся но знаете как а чего это очень как бы философский диалектический образ почему потому что как вы знаете в моде возвращается все все стилистики то что носили обратно возвращаются на подиумы да там итальянские все эти самые штучки французские то есть все равно повторяется этот виток да он нашел этот пиджачок сказал давай это я себе ну потому что я критичная боялся вы знаете когда 30 лет отсутствуешь во первых не знаешь не поле о чем пишут и вообще популярна ли это какая стилистика о чем пишут появляются ли новые формы я всегда сторонник вот революционных форм как бы в творчестве да то есть стирание канонов стереотипа ну каждый это делает по-своему теме велик поэта или талантливый тем что он делает он никому не подражает и когда я это увидел андрей вообще просто такую свою стилистику создал такие формы разрушил но меня это просто потрясло был пример я даже вот шутя себе знаете передал не буду назвать город передал и говорю вот есть этот кроме моей поэзии те кто пишет украиномовне вот первый впечатление потрясающе мне это не нравится и когда я говорю если хотите дать рецензию не пишите пожалуйста потрясающе да находите какие-то ну сформируйте мою я сам не понимаю что я пишу вот более может быть надежда за молодыми как бы профессионалами но это не наше не не дело поэтов да там это дело как бы филологов там публицистов люди которые действительно критиков да просто критикуйте его подход как и андрея да я несу ответственность за свои тексты пожалуйста не хвалите меня критикуйте это я живу как бы тоже да от него узнал его отношения вот поэтому ну вот нафталиновый пиджачок который он как бы вернул в моду вы сами я буду я готов доказывать как бы словом слушатель сам поймет что совершенно другая может быть украинская поэзия не то которая как бы которой привыкли безусловно традиции есть вокал должен жить потому что но у меня тяжело положить мои тексты там на какую-то мелодийность хотя есть вот в последнее время я что-то раньше считал саша ковтун и лирик это настолько несовместимое понятие но когда после написанной марины марии магдалины за что я взялся до чувствую ответственность за то что гениальные тексты пастернака особенно 2 в докторе живага и марины цветаевой когда идет построчный разбор бродского в с этих текстов я думал ну хватит ли планки ну должно быть вот вновить неукраинской поэзии вот какая-то вот 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 какая-то своя не то что там описание до библейских всех этих сюжетов а вот как бы ее прочувствовать очень долго потом все получилось сейчас хитнулася земля спид них засим грехи в дни за роки я назбирала скрапель слез ту миру щабо миды но иисусы хлопчику юнак для тебя расплылая косы он и давись на мэн и так так сто смертей не злиють в очи я в рихах своих всеми печатных твои ступни омию по вечері примиряючи тінь від розпяття через голову биллю до серця збережу я на сотни життів начи придане руку і слово коли впавшу мене ти підвів обійнявши назвавши сестрою до неділі пророчий шесть днів я як жінка спиною їх зрію і я перша до перших півнів у незраді тобі онімію я сльозами на тебе чекатиму на хресті з воротнього боку і якщо треба буде мовчати я постукаю в двері з покутою впустить в себе день понеділочний розчинивши всі двері із вулиці повернувшись спиною білою обнаділ його не сотулячись і вот после Марії Магдалины ну я ще раз говорю каждого поэта должна присутствовать если он действительно самокритика очень высокая да то есть имею я право сейчас вот написать так как я написал да потому что встречаюсь а порой пишут такое что лишь бы то ну отталкиваться от рифма давайте сремуем а че не с тем да потому что дальше там уже будет другая рифма а здесь да я думаю что текст получился вот после Марии Магдалины я покажу третья очень насыщенная книга моя готовится вакуум ну благо издателю вот помогут пошла лирика я сам не ожидал мне ну а ну оно не произвольно да мужская даже некоторые говорили именно интеллектуально не поэты что мне очень нравится то есть у меня есть определенные как бы системы координат в которых я я же не позиционирую себя вот как сейчас принято в соцсетях это вот мы с вами это да и потому что это мой харьков потому что действительно вы я не позиционирую я не собираю эти лайки работает все равно слова книги и как бы вот то вот это есть история то что мы с вами сейчас делаем и беседуем поэтому вот так пошла лирика я покажу эти примеры я сам знаете когда фух все не добавить не вставить самовыразился а это значит честно это значит искренне ну на что на сегодняшний день как бы способен и ну как бы поэзия ощущений должна быть любую форму этот но если ты врешь в ощущениях не могу писать высосанно испанца то есть еще чем я не сталкивался чего я не этот что сейчас модно такого понятия вообще существовать не нужно что модно что не модно вот вот как чувствуешь а форма мастерство художественность это уже зависит от таланта человека который берется за перо ну я так мысли вам не знаю вы удивитесь чуть больше года назад 2016 год то есть не будем голословными вот после знакомства с костинским да славой с тем ну я же никогда не не лечу то есть вы и слушатель я никогда не вот это ну если надо мы выйдем я костинского всегда покритикую но это объективно я говорю опять же из-за своих ощущений 2016 год апрель апрель первый фестиваль весенний у него волгарда я совершенно случайно туда попал и как бы была презентация он меня не знал там как-то друзья меня показали он внес в сценарий фестиваля презентация книги щербатая лирика и все мы даже руку друг другу не жали мы даже там не этот самый он он единственно попросил вот моя визитка возьми возьмите оставьте ваш книжку мне подпишите и оставьте свои координаты все это не лесть это ничего но так вот сложилось и вы поразитесь вот сейчас 2017 год ну я не даже боюсь озвучить количество текстов которые просто поливать полились потом уже была телефонная беседа потом уже как бы были встречи чистая вот по-семейному как мы с вами то есть по-дружески мы подружились некоторые вопросы я за его задавал он направлял оценивал мои тексты потому что мы тоже руки дрожали ты никто а мало ли что мало ли опять же я натолкнулась налезть но будут говорить то все хорошо пиши пиши но не туда объективно оценивал и он наблюдал именно за моим ростом это да это это так вы знаете разочарование как всегда бываете революция прошла до незалежность добылы девяносто первом а мы восемьдесят девятого уже расшаптывали как бы устои тоталитарного это общество и эти выборы и другие да и как поет гребенщиков не буду цитировать нас просто этот люди устали с него дел те которые как бы этот ну вы сами не знаю взрослые люди помнят это пошел передел все эти комсомольские деньги то есть практически ничего не изменилось все начали бороться за власть как у нас часто бывает ну естественно 90-е годы до кризис спад естественно в первую очередь надо было решать тем более специальности меня было на тот момент еще достойная но она дала толчок для освоения других экономических специальностей создание своего бизнеса практика практикование чисто бытовые потому что надо было выживать кормить семью и как я говорю пытаться вот как то вот что ну не кормят мы сейчас как я называю полуголодные в андрей то все делает для харькова скольких он развил опять же не в этот но это объективно практически это альтруистические его действия да то есть и создание литературных этих объединений и селекция вот новых от имен молодых он я то как то так уже все 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 пиджак как бы носится давайте возьмемся за юбки до как то уже шучу действительно очень много талантливых девочек действительно талантливых которые у него по всей украине и только этот многие там могут какие-то домыслы строить но я знаю как для андрея эта поэзия все слово текст как бы а тогда просто бытовые многие сопыляк у вас был прекрасный поэт его только выпустили тогда с лагерей у его и канада тогда принимала он на митингах участвовал час светлая ему память нет уже в живых как оказалось и все было в спаде ну и с нами попользовались и все дальше как бы ну это не дает возможность там содержать семью кормить чисто быт это зрелость это мудрость это познание экономики то есть реальный мир да вот это то что я говорю ну понимаете если там недорасчет по деньгам по договору по договору там несешь ответственности точно так же как и коллективы которые ты создаешь то если у тебя украли то будь дорогая или дорогой неси ответственность либо ты олен в поэзии вот я вернулся очень много среди этот можно же писать все а какая ответственность ну какая вот это в чем вот разница на нынешнем а есть талантливые люди ответственность то есть они не заебаемой стержень вот евгений мастеры в тот же очень прекрасен поэт у вас виталий ковальчук мы как бы дружим и общаемся и на всех этих спасибо большое тоже за поддержку это все благодаря опять же лави ну незнакомая хотя здоровье страны ну а зачем я открыл для себя вот если этот текст покажу русскоязычный очень практически не пишу на русском языке здесь когда я открыл для себя вот этот стиль вот этот мир который она создала лена ленка воробей это ее псевдоним меня просто потрясло меня был трудосложный период и я попросил ну что в харькове творится мне сбросили одну ленку воробей а я в лаву а ну она самостоятельно ведет это мастер я ценю ее поэзию да по женской у нее очень и так вот смотрю хоп ну она прекрасно владеет гитаре у нее музыкальность вот дает возможность знаете как в той песне ко мне приходит мотиве я подбираю слова но тот мир который он не очень близок мир вот пьеро мир клоунов мир вот тут столько аллегорий столько на это ее это ее она индивидуально потрясающе совершенно разные чем другие вот авторы которых я назвал это харькова с прекрасные вас прекрасные поэты только вот знаете всегда в лаве и как в любом литературном объединении селекция селекцией но и же обратная сторона когда физического закона до сила действия равна противодействию то всегда наступает пора когда как я это называю что запущено это прополка бурьяну щарите то что мешает вот она но можно там и этот напиши но вот когда человек не показывает за пять лет ничего да считает что он там гениален вот это страшно потому что под разными предлогами это же пола овощи это дужа варный украинское слово отшелушить плевел от зерен да и вот вся полного наш по ветру она прилыпа его на меня меня вот там этот почему меня не печатают ради бога за что здесь прекрасные не знаю кто этот я объективно сужу очень молодая автор мне понравилось и пускай зрители это и харьков слушает потрясла просто она как бы ученица вот виталия ковальчука ну и андрей славыш опять же отсюда все истоки отсюда все действительно зерна не play well это анастасия лобанова и я сначала как бы не был знаком с ее творчеством мы в одной лавина печатаны я открыл да и на тот молодой я считаю в общем-то возраст что делает анастасия это действительно ее просто может быть действительно от всей половы от этого вот это люди это это будущее как бы личность понять еще есть личности да в творчестве это немаловажно